добрый день дорогие друзья я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре вебинаре директ академии я попросил бы нажать вас на огонек если вы меня хорошо видите и слышите прекрасно вижу ну что ж тогда начнем приступим я сегодня присутствую на вебинаре в двух ролях и как спикер и как ведущий директ академии поэтому первая часть небольшая часть нашего сегодняшнего вебинара будет посвящена собственно директ академии и ее событиям я хотел бы отметить что в самом начале нашего чата находится небольшой текст от меня с четырьмя полезными ссылками первая ссылка ведет на расписание наших вебинаров на текущий сезон и по этой ссылке вы сможете зарегистрироваться на все мероприятия которые у нас на этот сезон уже запланированы а вот у нас конечно еще будут большие дополнения по ходу сезона но уже очень многое определено и можно зарегистрироваться как на вебинары текущего месяца которые уже полностью все определены так и на более поздние вебинары вторая ссылка ведет на наш видеоканал на ютубе на котором располагается будет располагаться запись нашего сегодняшнего вебинара через один-два дня после его проведения то есть я думаю что к концу пятницы уже будет вот кроме того имейте ввиду что на нашем канале уже около тысячи записей наших вебинаров это огромная база база знаний за много лет поэтому имеет смысл подписаться на наш канал что мы можно сделать вот по второму по второй ссылке третья ссылка ведет на описание наших онлайн курсов а вот и об этом сегодня пойдет особая речь поэтому не буду больше говорить ну и наконец четвертая ссылка объясняет как приобрести сертификат после посещения нашего сегодняшнего вебинара вот я также хотел бы да все всех я тоже приветствую вижу тут все пишут свои приветствия всех я тоже приветствую спасибо что пришли сегодня следующая порция моих объявлений будет связана с нашими ближайшими вебинарами совсем ближайшими ближайшими тремя вебинарами я хотел бы отметить что уже завтра будет вебинар ирины журовой который будет называться сенсорное развитие детей раннего возраста будет проходить он в 13 часов не в 12 как у нас обычно бывает а в 13 часов а следующие два очень интересных мероприятия будут проходить в понедельник одно из них пройдет в 12 часов сейчас я информацию о нем размещу а это вебинар вебинар олега обарникова редактора переводчика члена вики-медии ru и администратора администратора трех трех языковых разделов википедии и будет называться вебинар википедия как инструмент сохранения и развития языков народов россии вот мы традиционно директ академия дружит с википедией мы каждый год два-три вебинара от видных представителей и участников википедии обязательно делаем и это один из таких вебинаров необычный вебинар особенно хотел бы обратить внимание на него представителей не русских языковых групп которые имеют в википедии какое-то представительство вот здесь вы сможете узнать как обстоят дела с языковыми разделами народов россии википедии очень интересно вот и почитайте достаточно подробный анонс этого вебинара по вот этой вот ссылке в общем очень сильно рекомендую вам этот это мероприятие а ну и последний вебинар который я хотел бы проанонсировать он тоже пройдет в понедельник но уже в 14 часов а это перенесенный с более раннего с прошлого понедельника если не изменяет память то есть понедельника на этой неделе вебинар анастасии похоруковой очень интересный вебинар на него уже записалось очень много народу и вас тоже призываю записаться создание инфографики в powerpoint на мой взгляд очень интересный вопрос для тех кто хочет интересная тема для тех кто хочет совершенствовать свою работу над учебными презентациями что-то все пропало у всех все пропало или или не у всех нажмите на огонек если все нормально нет вроде бы все нормально ну ладно вот что еще я хотел бы вам порекомендовать еще я хотел бы вам порекомендовать курс который называется технологии вовлечения в обучение курс уже начался во вторник но еще есть возможность догнать и те кто курс ведет ведут точнее коллектив авторов светлана прученкова там основной автор вот поэтому совершенно замечательный педагог и тренер вот и я очень вам рекомендую этот этот курс прошел пока всего один вебинар сегодня второй вебинар в 15 часов вы еще успеваете догнать тем более что у нас записи все вебинаров курсов всегда доступны для участников курсов ну и на этом было бы все я хотел бы единственное рассказать о том что сегодня наш вебинар будет состоить состоять из двух вещей из двух частей первая будет посвящена собственно нашей теме а вторая из нее прямо вытекает это я хотел бы подробно рассказать о курсе который мы в компании директ медиа решили реализовать в этом году это курс посвященный нашей бс университетской библиотеке онлайн и называется он профессиональная работа в бс университетской библиотеке онлайн давайте я сразу вам дам сразу дам ссылку на этот курс без комментариев потому что все комментарии будут у меня голосом пока можете его посмотреть потом я снова дам когда мы вернемся снова дам ссылку на него еще я хотел бы отметить что как всегда презентацию можно скачать из нашего вебинара а также среди файлов доступных для а вот сейчас я кстати узнаю доступны они или нет сделал ли я этот файл доступным да сделал среда среди доступных файлов есть программа вот этого курса о котором мы сегодня с вами будем говорить ну и еще что я хотел бы да обычно ведь мы еще даем ссылку на скачивание презентации с другого места одну минутку если у кого нет возможности скачать презентацию из нашего вебинарные комнаты могут попробовать скачать и вот вот отсюда ну что ж а мы собственно приступаем давайте я сейчас поздороваюсь с теми кто будет смотреть нас в записи не удивляйтесь и приступим к нашему сегодняшнему вебинару добрый день коллеги добрый день те кто смотрят нас в записи мы приступаем к сегодняшнему вебинару основа эффективной работы СБС университетская библиотека онлайн этот вебинар он такой немножко комплексный и подразумевает что вы смотрели хотя бы основные вебинары по университетской библиотеке онлайн потому что мы не будем углубляться в основной функционал университетской библиотеки онлайн а пройдемся буквально по верхам с тем чтобы отметить те места которые важны именно для для эффективной работы которые реально повышают эффективность они просто создают саму возможность такой работы вот и во второй части сегодняшнего вебинара мы поговорим о курсе который называется профессиональная работа с ЭБС университетская библиотека онлайн ну что ж поехали это слайд который я всегда показываю это общие там характеристики университетской библиотеки онлайн на рынке ЭБС не буду здесь повторяться сколько книг сколько вузов подписчиков и так далее вот посмотрите этот слайд такой представительский скажем так вот тоже слайд который я всегда даю и уже в нем есть некоторые моменты которые сегодня нас касаются не просто говорят о нашей ЭБС о которой касаются именно таких вещей как эффективность да ну по поводу эффективности можно сказать я сегодня об этом говорить прямо не буду говорил на одной из последних своих вебинаров на одном из последних это например такие такой момент как наличие мультимедиа контента и вообще контента разных форм и структур вот потому что умение находить такой контент в настоящий момент он во многом определяет эффективность работы с любой электронной библиотекой это интеграция наша интеграция с антиплагиатом ну и наверное ну все тут понемножку можно привести да ну и интеграция собственно с нашим продуктом с директ академии никогда не забываю себя тоже пропиарить я считаю что это тоже основа эффективной работы в ЭБС потому что мы работаем в комплексе у нас синергия с нашими основными продуктами это тоже повышает нашу эффективность вот наша главная страница сегодня я на ней не заостряю внимание не говорю о разных элементах главной страницы где что вот продвигаемся сразу вперед итак давайте поговорим о странице предпросмотра то есть той странице которая возникает в момент выбора книги до того как мы начинаем ее читать то есть вы уже какую-то книгу выбрали и хотите посмотреть какие-то материалы о этой книги до того как принять решение о чтении вот этот момент достаточно важный и тут сосредоточено большое количество функций которые позволяют быть вам эффективным эффективным пользователем ЭБС ну во-первых тут обратите внимание тут достаточно большое кроме кнопки читать онлайн тут есть много других интересных моментов во-первых ну осмотрим верхнюю часть автор дисциплина жанр издательство и так далее да и все это все эти синенькие надписи они кликабельны это означает что можно перейти и посмотреть еще издание из этого издательства этого жанра этой дисциплины этого автора и так далее вот далее есть снизу уже есть волшебная кнопочка выберите действие о ней мы поговорим а эта кнопка у нас присутствует во многих местах и она контекстная все зависит от того на что она указывает на отдельную книгу или на списке вот всегда смотрите наличие этой кнопки потому что она позволяет выполнить какие-то дополнительные действия над тем что вы сейчас над тем контентом который вы сейчас просматриваете вот они чуть позже а еще ниже располагаются три вкладки библиографическое описание аннотация и содержание библиографическое описание вот она снизу приводится сейчас это если не изменяет память как раз не ниже как раз у меня она и есть вот она библиографическое описание она позволяет сразу получить вот эту запись и копипейстом перенести к себе в документ в случае если вам необходимо составить список литературы ну или просто где-то получить библиографическую запись где-то почему это важно почему важно библиографическую запись иметь сразу ну потому что библиографическое описание это такая вещь которая очень трудно доходит до студентов до аспирантов до молодых ученых которым нужно писать статьи делать какие-то первые свои попытки продвинуться в научной среде а там без этого никак между тем студенты старших курсов аспиранты в общем то библиографию в полном объеме никогда не проходят не такого предмета вот им сложно им надо это все осваивать и и иной раз именно незнание того как сослаться на какой-то источник подвигают наших молодых ученых на ну практически на научные преступления на на плагиат то есть не потому что люди просто хотят себе присвоить какие-то высказывания или какие-то результаты потому что технически им очень трудно сослаться и они пытаются минимизировать свои усилия по по ссылкам на какую-то литературу вот в данном случае этот момент простое библиографическое описание которое можно просто копипейстом взять она решает и многие такие вопросы а ну и заодно показывает как им потом действовать когда им придется это делать самим ну аннотация тут понятно не буду показывать это аннотация на книгу которая позволяет в принципе принять решение о том что интересно эта книга для чтения или нет и содержание содержание если оно есть ну чаще всего но есть конечно да оно тоже позволяет перейти если сразу ну часто бывает что более того не часто это практически ну 100 процентных случаев когда вам надо не начинать книгу читать прямо с первой страницы и до конца ее читать это ведь не художественное чтение да как правило книги применяются для изучения и для научной деятельности а вот можно сразу перейти к тому тому фрагменту который вам нужен вот и собственно прочитать тот абзац и все идти дальше вот поэтому можно в содержание нажать на тот на ту главу которая вам сразу необходимо это тоже повышает то тот тот тоже повышает эффективность список литературы когда в электронном издании есть список литературы он также приводится в кликабельным не в кликаем прошу прощения не в кликабельным а в варианте когда его можно копипейстом взять и точно также использовать но тут повторение не буду еще раз повторяться да что возможность просто взять кусочек этот он тоже очень важен для для людей которые еще не привыкли самостоятельно составлять список литературы а вот она это кнопочка выбор действия которая как я говорил контекстно зависимая эта кнопка ищите ее она во многих наших сервисах присутствует вот ну и давайте посмотрим какие здесь действия могут быть выполнены я обращаю ваше внимание на действие добавить в книжную полку о книжной полке чуть попозже поговорим книжная полка это просто некая некое именованное собрание книг которым вы можете поделиться потом позже скажу чем оно хорошо ну просто пока просто говорю что разумеется естественным способом чтение книг является разделение этапа поиска и подбора и собственно чтение а если в процессе подбора в каталоге или в посредством поиска вы находите какой-то список то книг то это не значит что все эти книги вы должны читать они все вам интересуют сначала вы должны проредить этот список там до 1 3 4 5 книг и уже вот эти книги вы будете читать более более интенсивно поэтому добавить книжную полку это одна из функций которые особенно интересны и особенно повышают эффективность действий в бс потому что конечно возможен и другой путь когда вы просто книжки читаете оставляете там закладочки ну и все вот но когда у вас есть книжная полка вы всегда ориентируетесь на какой-то план работы которые вы заранее заранее составили дальнейшие тут какие тут есть еще возможности они уже связаны с деятельностью преподавателей или библиотекаря например есть возможность добавить книгообеспеченность сервис книгообеспеченности мы сегодня затрагивать не будем но вкратце это сервис доступ к которому есть у библиотекаря и у преподавателей и который может описывать работу электронной библиотеки над определенной определение определенным направлением подготовки описывать ту литературу которая присутствует там в основном наборе книг дополнительном и так далее вот а также два специфических пункта описание в rusmark и описание в mark 21 это для интеграции с системами abyss описание книг в стандартном формате которые можно передать автоматизированной системе а сейчас мы про это будем говорить не будем хотя конечно это тоже пункты которые определяют эффективность потому что разумеется интеграция она вообще интеграция информационных систем она во многом определяет эффективность общую работу ну в данном случае здесь уже пойдет речь об общей работе они о работе в бс как таковой поэтому этих пунктов мы касаться сейчас не будем собственно читалка не буду здесь описывать опять всю читалку как как она работает во-первых это во многом и так понятно во вторых сегодня мы поговорим об эффективности и тут я хотел бы два момента отметить во первых это использование закладок которые конечно делают процесс работы эффективнее потому что закладки это то что сохраняется от входа к входу в систему то есть вы можете оставить закладки а через месяц вернуться и прочитать книжки по тем закладкам которые есть ну собственно те кто пользуется закладками в браузере понимает что это примерно тот же аппарат и это это реально удобно гораздо удобнее чем где-то сделать записи и ссылки какие-то и следующий момент это то что не все используют и многие не знают что это такое это возможность сохранить вот под пунктом 3 тут несколько кнопочек есть для начала я пишу последнюю в этом ряду с надписью pdf это возможность сохранить до 10 процентов книги в pdf и использовать для своих собственных нужд вот тут важно что для своих собственных нужд а не для целей публикации в открытом пространстве или где-либо да вот в принципе вы можете даже последовательно входя в свой аккаунт и выходя сохранять вот такими кусочками всю книгу сохранить себе и потом читать уже в оффлайне это тоже можно делать можно это распечатать делать потом маркерами какие-то пометки вот для тех кто любит работать с бумагой это достаточно достаточно удобно ну и плюс всякие возможности работы с pdf-ом которые конечно у читалки читал 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 читалки адопридер они достаточно хороши и ими можно воспользоваться если вы предпочитаете именно эту читалку вот ну и сейчас я хотел бы обратить внимание на крайне левый элемент интерфейса в поле 3 вот ну так обычно при помощи такого значка обычно обозначают код программисты вот в данном случае это возможность открытого использования данной книги открытого ограниченного использования данной книги под этим нажимая на эту кнопку вы получаете вот такой вот код который можете вставить в открытый источник ну снизу это просто ссылка которую можете использовать и эта ссылка уже не требует доступа в ваш аккаунт здесь вы можете получить до трех страниц книги любых вот и сделать это можете неограниченное число раз вот и дальше разместить этот код если вы берете первый код верхний то вы можете его разместить в любом месте где доступен вам редактор html например в своем блоге где-то в на сайте вуза или еще где-то вот и по этому коду вставится вам ставится наш книжный плеер книжная читалка и в ней будет уже помещены те три страницы которые доступны для для чтения вот обращаю ваше внимание что вот такой способ публикации открытой публикации закрытого источника но закрытого в том смысле что он под правами да является вполне легальным почему он является легальным потому что он присутствует внутри нашей читалки а это значит что любое перелистывание страниц и читания вызывает срабатывание счетчика счетчика чтения и соответственно правообладатель видит сколько раз его читали и получает таки свою плату за это за это действие но получает ее не от вас от нас от компании директ медиа вот вот такой вот способ легализации и использование чужих отрывков в своих целях вполне можете использовать ну и создание производных произведений на основе вот таких вот отрывках тоже в каль тоже возможно каталог каталог у нас многофункциональный и многочастные да вот видите что у нас типов каталога достаточно много ббк по ббк и разделы это для поиска по всей эбс угс высшего образования и угс спо это для для поиска учебной литературы специально если вы занимаетесь именно обучением то есть вы преподаватель или библиотекарь который должен обеспечить своих студентов учебники учебниками учебными пособиями то проще искать вот в не по всей эбс а вот здесь по характеристикам которые необходимы для обучения соответственно там и элементы поиска и фильтрации таковы что их удобно использовать именно для поиска книг в обучении вот тут у меня обычно этот пункт более подробный но здесь я вот пробегаясь буквально да вот здесь мы видим назначение фильтров по типу издания по уровню образования бакалавриат да тип издания мы выбрали учебные издания тут там варианты могут быть учебные издания научные издания там периодические издания уровень образования бакалавриат возможные выборы бакалавриат магистратура аспирантура и так далее дисциплина алгебра и теория чисел ну и какая основная или дополнительная литература здесь выбрана основная еще можно выбрать издательство можно выбрать год от какого-то года а дальше нажимаем на кнопочку применить фильтры и ниже вываливается уже список вполне удобно читаемый из там пару десятков учебников которые вам нужны можно уже с этим списком что-то делать обращаю ваше внимание что в мульте в нашем каталоге присутствует снова кнопочка выберите действия и при помощи нее можно скачать этот список в excel что очень важно я всегда считаю что возможность скачать какие-то списки в excel или в какой-то другой форме они очень важны потому что ни один веб-продукт не позволяет так работать со списками как позволяет excel например работать вот поэтому если конечный вариант вашего труда находится в каком-то документе офисном документе то скачать список в excel это самое хорошее что можно сделать а вот скачать можно в формате excel скачать в формате csv более простом но и более доступном что ли для разных продукт для разных приложений ну и тут тоже можно скачать список вниз книг фрусмарки и в марк 21 здесь кнопочка выберите действие то тоже является той кнопкой которая сама по себе не является обязательной но она является той кнопкой которая повышает ваша эффективность вашей работы то есть без нее тоже можно работать но будет но вы работать будете менее эффективно скорее всего поэтому эта кнопка сегодня присутствует в нашем нашем сегодняшнем описании поиск о поиске не буду говорить много хочу сказать что в принципе поиск работает примерно по тому же принципу как и каталог у него есть те же самые фильтры по которым можно отобрать и та же самая кнопка выберите действие которое позволяет над этим списком работать а после того как вы из этого списка выбрали отдельную книгу то можно и эту книгу добавить там например на книжную полку и и далее все при помощи этой кнопки выберите действие обновление контента обновление контента в общем то ну на мой взгляд спрятаны где-то тут неоправданно далеко а но это очень важная функция на обновление контента сидит вот здесь вот в пункте меню сервиса и выпадающем меню в области контент обновление контента а вот обновление контента позволяет вам получить информацию о том что новое пришло в наш в нашу эбс с любого периода и по любой период то есть не обязательно по настоящее время да и не обязательно речь идет там например о последних десяти днях а можете выбрать любые периоды и получить по ним список того что пришло вот за за этот период например 10 числа прошлого месяца по 10 число этого месяца вот кроме того как вы уже наверное заметили снизу вы видите те же самые фильтры вы это стандартный набор фильтров которые используются в каталоге в поиске и теперь здесь вот в обновлении контента и та же самая кнопка но вот она выступает из-под выпавшего меню выбрать действие опять можно тот список который получился загнать в excel и дальше использовать каким-то образом обновление контента да вот здесь вот видно применение тех же самых фильтров вот чтобы получить какой-то осмысленный набор книг все-таки достаточно много контента поступает к нам даже за небольшой период времени можно в нем потеряться без фильтров вот ну и вот та самая кнопка выберите действия которые вы наблюдаете везде то есть ищите эту кнопку везде для того чтобы работать эффективно книжная полка о книжной полке я уже говорил на первый взгляд это простое и достаточно банальное решение которое напрашивается то есть любому человеку иметь какой-то список лучшая совокупность именованных списков литературы по какому-то назначению и да это в общем то если рассматривать книжную полку как возможность внутреннюю возможность аккаунта так оно и есть так оно и есть оно конечно повышает эффективность но в силу его естественности может быть не пришлось бы говорить об этой эффективности однако если мы рассматриваем книжную полку как интегративное средство то есть если мы можем передавать информацию о своей книжной полке каким-то другим аккаунтом то это становится уже дополнительным дополнительной возможностью по повышению эффективности вашей работы так собственно у нас и сделано и своей книжной полкой могут делиться старшие старшие роли такие как преподаватель и библиотекарь могут делиться своей книжной полкой со студентами это очень здорово как можно делиться сейчас я посмотрю есть ли у меня соответствующий слайд да да ну вообще какие могут быть книжные полки они могут поименованные их может быть несколько их можно дублировать среди них если их много среди них можно еще искать вот и самое главное ссылки на них можно передавать студентам то есть я бы даже сказал более того если в вашей ваше ЭБС нормально произведено описание вашего вуза с описанием групп принадлежности преподавателей там группам и так далее то такую ссылку можно разделить даже не пересылая ссылку она автоматически становится доступной студентам данного преподавателя но даже если этой работы не проведено просто по ссылке по URL можно передать свою книжную полку студентам и они могут по ней учиться это очень удобно удобно во многим во многих случаях вот тут просто надо понять какие это могут быть случаи и понять насколько это удобно во первых это удобно для для преподавателей которые просто держат подборы по каждому предмету который они преподают держат набор литературы которыми можно делиться со своими студентами вот причем это могут быть разнообразные наборы основной литературы дополнительной с разными вариациями по часам которые на на разных факультетах этому предмету положены и так далее вот во вторых это могут может быть помощь библиотекарю который например хочет помочь первокурсникам сразу войти в курс дела у первокурсников много разных задач они попадают в новое пространство пространство вуза и еще и сразу становиться пользователем ЭБС продвинутым для них может показаться ну сложным может быть да хотя мы все делаем чтобы это было не так сложно естественно и в этом случае список всех книг для первого курса или хотя бы для первого семестра является для них в некотором смысле ну если не панацея то возможностью быстро и эффективно использовать ЭБС вот это второй второй вариант ну и третье смотрите любая библиотека проводят какие-то тематические мероприятия к этим тематическим мероприятиям она подбирает набор литературы вот например приглашает какого-то интересного спикера по теме там ну я не знаю истории Османской империи например да и люди приходят в зал слушают этого интересного лектора а в это время рядом стоит шкаф и на нем разложена литература по теме это это же здорово да так то же самое можно делать и в среде ЭБС а вы например приглашаете проводите онлайн мероприятия а в ЭБС вы оформляете книжную полку с набором дополнительной литературы к вашему к вашему вебинару или нашей вашей видео встрече это достаточно эффективно и интересно а если задумываться можно придумать для книжной полки еще много много интересных применений вот поэтому я считаю что книжная полка несмотря на то что очень проста она является реальным акселератором работы в ЭБС особенно на раннем этапе работы студентов ну и что еще у нас есть у нас есть некие дополнительные инструменты для работы это прошу прощения это инструменты которые называются тестами и которые авторы учебников а также может быть не авторы но но люди которые преподают по данному учебнику могут создать для своего предмета вот по обращению к нашим менеджерам этот инструмент включается не всем о нем я сейчас рассказывать не буду это достаточно длинно о нем мы поговорим двадцатого числа когда следующий мой вебинар будет любой преподаватель может попросить себе подключить интерфейс тестового движка нашего внутреннего встроенного в наш в нашу ЭБС по этому тестовому движку можно сделать тесты к определенному учебнику тесты всегда привязываются к какому-то объекту вот и потом после проверки эти тесты подключаются в общий доступ без проверки этот эти тесты могут использоваться автономно а чтобы был общий доступ их проверяют люди сведущие в тестологии и после этого этот тест подключается и возникает вот такая вот четвертая вкладка в странице предпросмотра тесты к изданию и эти тесты любой студент может пройти и понять насколько хорошо он усвоил данный материал вот ну вот кажется все что я хотел сказать по эффективности а нет ну да вот тесты доступны также и из читалки тоже то есть вот видите в правом нижнем углу есть пункт тесты к изданию то есть тесты становятся в читалке тоже доступны через интерфейс читалки наверное все что я хотел сказать в первой части о нашей об эффективности а теперь вторая часть посвященная тоже эффективности но в другом ключе я хотел бы объявить что 22 декабря мы начинаем курс профессиональная работа ВБС университетской библиотеки онлайн авторами этого курса является наш генеральный директор компании Директ Медиа Константин Костюк ваш покорный слуга Павел Калиников а также Татьяна Телегина которую вы также хорошо знаете это наша постоянная ведущая Директ Академии и хранительница очага нашей виртуальной комнаты по вот этой ссылке которую я сейчас задублирую подробнейшее описание нашего курса находится сейчас я эту ссылку задублирую вот она ну и давайте расскажу про этот курс немного подробнее курс 72 академических часа в нем 8 тем 8 вебинаров к этим вебинарам 6 практикумов а эти практикумы будут проходить в специальной учебной версии ЭБС которые мы создадим для участников нашего курса так я вижу вопросик сейчас какая цена для сейчас мы до этого дойдем Елена хочу обратить внимание что практикумы мы будем делать в ЭБС для вас будут созданы учебные доступы в специальные ЭБС это как бы будет такой виртуальный вуз в котором вам будет присвоена роль преподавателя или библиотекаря наверное будет скорее всего будет и та и другая роль и в зависимости от задания вы должны будете входить то под одним то под другим аккаунтом вот и там можно будет совершать некоторые действия которые вот как раз и будут повышать эффективность вашей работы в ЭБС и вы будете научаться делать правильные вещи когда будет проходить курс 22 декабря по 25 января расписание которое мы составили оно не совсем по одинаковым дням недели получилось но в том числе из-за того что у нас разбивается каникулами этот курс но с другой стороны это и хорошо у вас будет время самостоятельно позаниматься курс начинается 22 декабря с вебинара Константина Николаевича Костюка нашего генерального директора дальше пройдут 24 27 декабря и 10 января мои вебинары далее пройдет три вебинара Татьяны Телегиной ну и 25 января будет заключительный вебинар Константин Николаевич вот вебинары Константина Николаевича будут более общими и теоретическими но очень важными тоже наши статьяные вебинары будут практическими и они как раз будут заканчиваться практическими занятиями после 17 числа если вы видите у вас будет целая неделя до последнего вебинара Константина Костюка когда вы сможете доделывать свои домашние задания домашние задания необходимы мы будем контролировать их выполнение и только те кто выполнит определенное количество домашних заданий получат удостоверение но об этом чуть попозже вы знаете я думаю что это вы сами почитаете почему вам стоит выбрать этот курс про опыт хочу только вот отметить практическую направленность курса да курс он практически то есть это не теоретический курс по ЭБС по нашей особенно да а этот курс который позволяет наработать как сейчас говорят наработать скиллы да то есть ваши конкретные навыки по работе с ЭБС для кого этот курс мы предназначаем его прежде всего преподавателям и библиотекарям вузов и колледжей а также учителям руководителям сотрудникам библиотек корпоративных университетов которые на нас подписаны а также на тех кто не подписан но собирается подписаться а также на методистов молодых ученых аспирантов и тех кто в принципе заинтересован эффективно работать в нашей ЭБС что вы сможете после окончания курса максимально использовать возможности ЭБС эффективно искать и подбирать издания организовывать информационные взаимодействия с преподавателями и группами студентов эффективно использовать функционал в роли преподавателя и библиотекаря то есть в старших ролях речь идет о совершенствовании не в роли младшей роли читателя да а в старшей роли преподавателя и библиотекаря организаторы мы компания директ медиа мы имеем образовательную лицензию соответственно мы имеем возможность выдавать не только наши внутренние сертификаты которые также будут выданы участникам но и лицензию на образовательную ну и прошу прощения ну и удостоверение установленного образца о повышении квалификации ну вот обращение Константина Николаевича и мое я с вашего позволения свое зачитаю о том что главная цель нашего курса собрать в одном месте многочисленные материалы описание инструментария и примеры для тех кто хочет освоить работу в ЭБС на профессиональном уровне ну и в курсе мы попытаемся соблюсти баланс между простотой изложения и последовательным и глубоким освещением материала это то что вот давно хотелось сделать потому что отдельные вебинары которые мы проводим это конечно хорошо но без практических занятий это иногда уходит в песок а это не хотелось бы а хотелось бы наоборот чтобы такая возможность тоже присутствовала такая возможность такую возможность можно реализовать только в курсе а не в отдельном вебинаре отвечая на вопрос о формах и стоимости стоимость у нас такая же как она все остальные курсы но есть послабление и специальные специальные возможности и скидки ну во первых общая скидка действует по времени до 15 декабря действуют цены которые на 25 процентов ниже чем обычные цены они зелененьким обозначены вот второе в форме активные слушатели вот здесь возможности описаны слушателей и активного слушателя именно активные слушатели имеют доступ к учебной ЭБС в помощи предоставления практикумов он получает сертификат активного слушателя то есть большой сертификат и что у нас в других курсах нет он бесплатно не за дополнительную плату а бесплатно получает удостоверение о повышении квалификации не в электронном а в бумажном виде на бланке строгой строгой как это называется забыл ну на бланке на специальном бланке с водяными знаками строгой отчетности вот на бланке строгой отчетности вот есть у нас еще отдельный отдельная форма участия которая называется вип которая подразумевает еще два часа индивидуального консалтинга онлайн вот ну это некая особая форма о ней можно специально поговорить кроме того у нас действуют скидки за групповое участие юридическому лицу если какая-то компания ну чаще всего это конечно будет какое-то юридическое лицо то чаще всего это будет конечно какой-то вуз или сус захотят послать нескольких участников то для трех и более участников действуют скидки от 3 3-4 участника скидка 5 процентов 5-7 7 процентов 8 и более участников скидка 10 процентов и эти скидки складываются со всеми остальными скидками то есть это не отменяет действия остальных скидок вот еще два примечания голосом это то что для вузов которые соберут большую группу мы готовы провести этот курс отдельно в удобное для вуза время и на по специальному договору с этим вузом только для него вот ну и последнее мое предложение это моя личная скидка как автора и организатора этого курса те из вас кто в течение двух часов вот сегодня до 15 часов заполнят заполнят форму на участие в курсе а до конца пятницы оплатят дополнительная скидка опять же которая складывается со всеми скидками еще десять процентов лично от меня вот так что можете это менеджеру прямо так и написать в примечании вот я ее предупредил и можете получить вот такую вот такую форму поощрения дополнительно так ну о деньгах все давайте поговорим о тех документах которые получит слушатель активный слушатель получит вот такой вот электронный документ вот просто слушатель получит более простой документ там будет написано не успешно освоил а прослушал теоретический курс в объеме 16 часов курсы повышения квалификации вот хочу отметить что такой сертификат а также вот такое вот удостоверение ну примерно вот такое потому что здесь приведено другое название курса вот вы получите в том случае если ваш тариф не менее активного слушателя а также все таки обращая вам внимание на это в том случае если вы успешно закончите курс то есть вы выполните некое количество домашних заданий просто платы недостаточно для того чтобы получить удостоверение вы должны реально на курсе работать и показать свои показать свои умения ну вот наши наши авторы это константин николаевич я и татьяна телегина можете посмотреть наши регалии наши дополнительные всякую информацию дипломы и так далее ну и собственно мы движемся к концу вот программа нашего курса в описание курса приведена подробная программа также программу курса вы можете скачать в виде файла pdf вот по этой ссылке а также из нашего давайте я вам эту ссылку дам все-таки еще и и отдельно в чат для тех кто по какой-то причине не может скачать прямо из вебинара вот возможность скачать вот ну и собственно по по ссылке которые я вам дал там тоже программа присутствует но в веб-варианте в варианте лонгрида ее можно почитать как я уже говорил первая и восьмая тема это тема Константина Николаевича Костюка это общие темы ЭБС информационно-образовательная платформа обзор ЭБС электронных библиотек в России и мире и восьмая тема места ЭБС в информационно-образовательной среде вуза темы со второй по четвертую это мои эффективная работа пользователя структура и возможности подбора и поиска контента в ЭБС и особенности работы библиотекаря в ЭБС и темы с пятой по седьмую это темы Татьяны Телегины технологии расширенного поиска литературы в ЭБС это перекликается с моей темой номер три но если вы посмотрите подробное описание этих тем они дополняют друг друга они повторяют дальше использование возможностей ЭБС при организации самостоятельной работы учащихся для преподавателей тема ну не только для преподавателей для библиотекарей тоже и седьмая тема разработка интерактивных заданий игр упражнений с использованием возможностей ЭБС вот такая у нас образовалась программа ее мы собственно предлагаем на на суд наших слушателей и будущих участников надеемся что у нас наберется нормальная группа хорошая с которой можно будет продуктивно поработать ну что ж вот и все последняя ссылка как всегда на нашу Директ Академию надеюсь что эта ссылка вам известна готов ответить на ваши вопросы выслушать ваши реплики так вижу еще вопросы доступ к использованию ЭБС без курса с курсом сколько стоит доступ к использованию к ЭБС это коллективная вещь да то есть доступ к ЭБС приобретает ВУЗ или СУЗ отдельные люди у нас не имеют доступа к ЭБС только в рамках юридического лица стоимость она из многих состоит из многих очень пунктов и это плод вашего совместного обсуждения с менеджером прежде всего стоимость зависит от от контингента объема контингента вашего ВУЗа Елена к сожалению на третий вопрос к сожалению нет самостоятельно нет вот но в составе ВУЗа ну вы можете попросить свой ВУЗ подключить демо доступ если ваш ВУЗ еще не не подключен через вашего библиотека и тогда попользоваться некоторое время один два и до трех месяцев демо доступом к нашим к нашей ЭБС так есть ли еще какие-то вопросы коллеги так вам тоже всем спасибо а да ну и я забыл свою обычную обязанность разместить вот эту вот информацию что курс курсом а вебинар вебинаром и те из вас кто хочет получить сертификат за участие в вебинаре могут это сделать примерно через три минуты не торопитесь потому что мне нужно время для того чтобы сертификаты выдать вот по этому адресу алгоритм приобретения крайне прост вы входите в заходите на эту страницу это поле поиска по своей фамилии имя отчеству либо по e-mail ищите себя вам высвечивается список вебинаров посещенных вами включая сегодняшний вебинар нажимаете на вебинар появляется кнопка оплатить переходите в view кассу которая предлагает множество способов оплаты оплачиваете и если ваш способ оплаты быстрый то есть например через карточку или виртуальными деньгами которые мгновенно доходят то уже через несколько минут вы можете получить и скачать свой сертификат точно так же как вы и оплачивали то есть доходите до своего вебинара нажимаете на кнопку при помощи поиска и кнопочка оплатить сменяется на кнопочку скачать скачать можно всегда пока директ академия существует вот в любой момент времени даже если бы его потеряли еще раз можете прийти и скачать свой сертификат который уже оплачен вот и все ну что ж на этом я с вами прощаюсь приходите в директ академии сейчас посмотрю еще раз не появилось ли дополнительных вопросов нет не появилось вот приходите в директ академии приходите на наш курс я надеюсь что это будет полезно для вас спасибо что выбираете директ академии мы работаем для вас и впредь даже в декабре еще вас ждет очень много и интересных вебинаров приходите будет интересно всего доброго до новых встреч